Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Канал для тех, кто планирует перебраться на ПМЖ в город Краснодар, либо в его ближайшее окружение. Работаем для вас как по домам, так и по квартирам. Преимущественно, конечно, по домам, но сегодня мы с вами в Станице. В Станице находимся Красноармейского района, Маринская, в 30 километрах от города Краснодара. Хочу вам показать бюджетный вариант, большой по площади, 90 квадратных метров. Это так называемая квартира на земле. Статус квартиры, она находится на земле, 4-х квартирный жилой дом, но со своим отдельным входом, со своими отдельными воротами, заездом под машину и четырьмя изолированными жилыми комнат огромные. Ну, не огромные, да, но хорошая площадь для большой семьи. Смотрите, у нас классный асфальтированный подъезд, дом прямо на земле у нас находится. И мы с вами сейчас попадаем через наш фасад, распашные ворота, попадаем непосредственно на сам земельный участок. В три сотки у нас здесь земли, та, которая именно пользуется под данной квартирой. Но статус здесь не жилого дома, напомню, а именно статус квартиры. Именно статус квартиры. Проходим с вами далее мы на земельный участок и заворачиваем за дом. Ну, и, собственно, вот такой прямоугольный кусок земли здесь у нас есть. Я пройду немножко дальше, да, чтобы было понятно, что это не совсем какой-то маленький-маленький кусочек, а здесь вот, в общем-то, можно посадить что-то. И сидят сейчас кустарники, вот вижу, снародина, тут черешня, виноград. Ну вот, вот это вот все, это наш кусок земли. Дом полностью кирпичный на фундаменте. Внешне, конечно, постройка выглядит не очень, с одной стороны, симпатичной, но стены в целом крепкие. Дом у нас 70-го года постройки. Земля в центре станицы, сами знаете, друзья, очень дорогая. 90 квадратных метров, прямо в центре станицы, со всеми центральными коммуникациями такого жилья найти в данной станице невозможно. Небольшой навес на деревянном каркасе мы с вами видим, и вот у нас вход непосредственно в дом. Поскольку участок осматривать много нечего, давайте будем проходить в дом и смотреть планировку, и рассматривать внутри сам дом. Попали мы с вами непосредственно в сам жилой дом. Тут такая планировка, длинный коридор, и по нему идут в левую сторону 4 изолированные комнаты. На входе стоят коммуникационные вот эти вот все штуки. Газовый котел напольный на отопление работает, на горячее воду работает колонка. Вода в доме центральная, газ центральный, свет центральный. По фундаменту, не сказала, ленточный фундамент 0,8, 80 сантиметров лента цоколь, и далее полностью кирпичные стены. Крыша шиферная, не поменена. А в целом дом полностью-полностью кирпичный. Ну что, давайте начнем смотреть с первого помещения. С левой стороны это у нас зона кухни. Кухня площадью 11 квадратных метров, правильной квадратной формы, мелкой плиткой старого такого образца. Рабочая стенка оборудована, мылка стоит, ну и видите, подводка под газ. Стены оштукатурены под покраску. Потолки здесь не слишком высоки, где-то порядка 2,5, и подшиты арголитом. Вот все вот это вот пространство, которое является коридором у нас, да, таким длинным коридором. Хозяйка говорит, что использовали как общее помещение, как общие комнаты, потому что семья была большая, и нужны были именно вот 4 изолированных комнаты. А здесь был телевизор, диванчик, вот даже такой фальш-камин. Ну, в общем, когда стояла мебель, да, я представляю, что здесь было так достаточно уютно, несмотря на мрачноватые, конечно, обои. Но в целом планировка интересная именно для большой семьи, в альтернативу какого-то маленького старенького домика. Да, здесь если сделать ремонт, то будет очень даже приличная квартирка. Следующая у нас жилая комната, небольшая по площади, 8 квадратных метров. Также стены под покраску, органит наверху, подшит потолок. В этой комнате на полу ламинат. Здесь также у нас ламинат по коридору. Далее мы с вами переходим в следующую жилую комнату. Это будет у нас третья жилая комната. По площади самая большая, 15 квадратных метров. На полу лежит линолеум. Здесь такой косметический ремонт, видно, делали недавно. У нас обои освежали, ламинат. Клали по свежим. Отопление везде газовое. Ну, вот такие чугунные старые батареи. Кто-то вот даже говорит, они топят лучше. Можно не обязательно их прямо сразу менять. Но в целом, если делать ремонт, как правило, он делается целиком и полностью. Когда-то делается по частям. Так, переходим с вами в следующую жилую комнату. Комната площадью 9 квадратных метров. Правильная квадратная форма. Также на полу ламинат, обои на стенах. Здесь потолок под покраску. Окна не поменены. У нас дверь не заменена. Все это под замену. Одно окошечко стеклопакет было установлено только в кухне. Переходим с вами в последнюю жилую комнату. В четвертую комната площадью 14 квадратных метров. Правильная прямоугольная форма. Кстати, комнаты, на самом деле, друзья, очень хорошие по площади. Здесь лежит у нас линолеум на полу. Линолеум коммерческий под ламинат. Стены также оклеены обоями. Потолок под покраску. Вот это потолка здесь, по комнатам повыше, будет порядка 2,70-2,75. Здесь еще можно сделать подсобное помещение. Небольшой коридорчик. Итак, у нас с вами осталось неосмотрено одно помещение. Это зона санугла. Давайте будем смотреть. Здесь у нас расположилась ванна. Сразу обращу ваше внимание, что санузел у нас совместный. Стены облицованы пластиком. Плиточка лежит на полу. И вот обратите внимание, что вот здесь место под стиральную машинку оставляли. Но вот в целом бы я, наверное, вот эту ванну отсюда бы демонтировала. Вот туда, ближе к стене, душевую кабину. И сразу бы было места гораздо больше. Появилось бы место под раковину, под унитаз и под стиральную машинку. Ну, стиралку можно поставить, собственно, и на кухне. Но в целом площадь есть санузла. Канализация заведена, вода, отопление. Поэтому оборудование туалет там труда какого-то такого большого не составит. Ну что, мы с вами осмотрелись по всем жилым комнатам. Если учесть, что это 90 квадратных метров центр станицы, хорошей станицы с хорошей инфраструктурой, и на асфальте, и со всеми центральными коммуникациями, купить отдельно стоящий дом в эти деньги, такого плана здесь невозможно. Поэтому, если рассматриваете жилье недорогое, но с большим количеством жилых комнат, так здесь их целых 4, плюс отдельно кухня, и хоть небольшой, но кусочек земли есть свой, обращайтесь, пожалуйста, пишите, звоните вам с того, снял в объект, покажем, надеюсь, он найдет своего покупателя. А вы подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, не забывайте подписываться на уведомления, вот здесь в колокольчике для вас выходят новые обзоры. Ну и наш телеграм-канал, ссылочка для вас внизу, там всегда экспертное мнение про рынку недвижимости, и важно, что именно Краснодарского края собираем для вас самую ценную информацию. С вами Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромиссы».